Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Климента Ворошилова. Почему Иосиф Сталин, прощал ему абсолютно любые провалы. Климент Ворошилов возглавлял Наркомат обороны, в течение 15 лет, пережил годы большого террора, и избежал наказания за провал в советско-финской войне. Современники прозвали его Климент Непотопляемый. Все образование Ворошилова состояло из двух классов школы, работы на металлургическом заводе, участия в революционной деятельности и военных действиях. Однако его недостаток образования, и грубые манеры его никогда не смущали. Ворошилов однажды услышал на заседании Наркомфина, термин «динамический коэффициент» и, смеясь, заметил «динамический коэффициент». Вот пойми, без водки не разберешься. Когда на политбюро обсуждался вопрос повышения квалификации командиров Красной Армии, он отправил Сталину записку с вопросом «Когда я пойду учиться?». Ответ Сталина был кратким «Никогда». Академик Олег Сувениров, автор книги «Трагедия РКК», называет Ворошилова палачом Красной Армии, утверждая, что маршал лично подписывал многие приказы об арестах. Например, санкция, от 28 мая 1937 года, была помечена резолюцией, товарищу Ижову. Берите всех подлецов. Йона Якир и Иероним Убаревич были вызваны Ворошиловым в Москву, но по дороге их задержали. Маршал Василий Блюхер был приглашен на дачу Ворошилова в Сочи, но этот отдых завершился его арестом. Дочь репрессированного военачальника Яна Гомарника, Виктория, вспоминала, что Анастас Микоян после ее возвращения из ссылки, помогал ей материально и заботился о ней, в то время как Ворошилов отказался принять Светлану Тухачевскую, возможно из-за страха взглянуть ей в глаза. Однажды Ворошилов и Молотов осматривали скульптуру, рабочий и колхозница. Ворошилов заметил, что рабочий держит молот в левой руке, что его удивило. Молотов объяснил это тем, что герой вероятно левша, как персонаж Лескова. Ворошилов согласился закрыть глаза на этот недочет, но потребовал убрать мешки под глазами у колхозницы. Затем они вместе обошли скульптуру, внимательно проверяя донос о якобы видимом в складках юбки, бородатом лице. Сталин прощал Ворошилову ошибки, за которые другие могли бы поплатиться жизнью. В годы Второй мировой войны Ворошилов, будучи главкомом северо-западного направления, допустил блокаду Ленинграда. Георгий Жуков писал, что Ворошилов был дилетантом в военных вопросах, а секретарь Сталина Борис Бажанов отмечал его посредственность и абсолютную преданность Сталину. Историк Рой Медведев подчеркивал, что Сталин ценил в Ворошилове личную преданность, так как диктаторам нужны декоративные фигуры, которые подчеркивают их величие своей ничтожностью. Ворошилов был единственным, с кем Сталин был на «ты», допускал партийные прозвища и мог позволить себе стукнуть кулаком по столу в его кабинете. Климент Ворошилов страдал от неизлечимого недуга. В молодости, попав в тюрьму, он получил серьезную травму головы, после чего до конца жизни мучился головными болями и слышал посторонние звуки. Врачи не могли ему помочь, и частично уйти, от кошмаров ему удавалось с помощью занятий спортом. Перед роковой операцией Михаил Фрунзе попросил Ворошилова взять на себя воспитание его детей в случае его гибели. Спустя несколько дней после смерти Фрунзе его жена покончила с собой, и в доме Ворошиловых, где уже жили трое усыновленных детей, появились Тимур и Таня Фрунзе. По воспоминаниям, Ворошилов был любящим отцом, а его сыновья впоследствии стали военными, как и он. После смерти Сталина Ворошилов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР, своего рода почетным президентом. Однако даже на этой формальной должности он долго не продержался. Сергей Хрущев вспоминал, что однажды, принимая посла Ирана, Ворошилов в конце беседы посоветовал ему, что это вы у себя шаха терпите. Мы своего царя скинули, и вам пора. Этот инцидент вызвал дипломатический скандал, после которого Хрущев, встретив Ворошилова, сказал, да ты так и войну объявить можешь. Продолжение следует...